Стаканчик освежающей газировки в жару или бутылочка сладкого напитка на праздники. О вреде газировки говорили еще наши мамы и бабушки. И возможно именно сейчас они воскликнут наконец-то. В России хотят ввести акциз на сладкие газированные напитки. Сейчас налогами уже облагается алкогольная продукция и этиловый спирт. Идею платить акциз за сладкую воду предложил экспертный совет при российском кабинете министров в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья. Это старый законопроект, который еще в 2016 году Министерство здравоохранения подавало в Государственную Думу. Человек сейчас, особенно с напитками, потребляет гораздо больше сахара, чем ему нужно для здорового образа жизни. Если же налоги на сладкую газировку будут введены, то минимальный размер акциза составит 20% от розничной стоимости напитка. Таким образом граждане России призывают к здоровому образу жизни. В наше время, то есть для города, когда мы не особо передвигаемся, особо не тратим энергию, в принципе можем вообще теоретически обходиться без сладких продуктов, но поскольку сладкий вкус у нас, так скажем, связан в мозгу с центром удовольствия, то, естественно, это не получается. Может показаться, что основной вред сладких напитков заключается в различных добавках и консервантах. Однако самым плохим компонентом является всем известный сахар. Все болезни, опять же, связаны с избыточным потреблением добавленного сахара, ну и с избыточной калорийностью продукта. С каждым стаканом мы примерно так две столовых ложки сахара в себя потребляем. Речь идет не только об известных газированных напитках, но и пакетированных соках и даже домашних компотах. Соки, консервированные в пакетах, они тоже содержат большое количество добавочного сахара. Можно посмотреть на институте содержания сахара в газировке и в соте сравнить, убедиться, что, в общем-то, иногда в соках даже бывает побольше. Кто-то говорит, да, мы ничего не покупаем, там компоты, соти в магазине, мы сами готовим компоты. Ну, если подумать, сколько мы в обычных компотах закладываем в рецептуру сахара, то получается, да, то же самое. Помимо сахара в сладких напитках имеются и различные пищевые добавки, консерванты и красители. Как выяснилось, они добавляются со всеми нормами пищевых технологий. Что же касается остальных компонентов, ну, в которых часто обвиняют, ну, вот эти газированные напитки, что там есть какой-то компонент, который может вызывать онкологические заболевания. Чтобы получить организму количество достаточное для того, чтобы он подъезд, нужно было выпить где-то порядка 60 литров сразу, ну, что, естественно, чисто физиологически невозможно. Потребление сладких напитков все же лучше ограничить, советуют диетологи. Но если очень хочется, то можно позволить себе в день небольшой стакан любимого лакомства. Главное, помните о последствиях чрезмерного употребления таких напитков. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. Продолжение следует...